Понятно, что это не панацея, понятно, что сейчас мы находимся в период нового витка пандемии и опять новый виток заболеваемости вирусной инфекции гриппозной. А если я буду, например, рассасывать и маску носить? Здесь одно другое будет дополнять, то есть маска вас обезопасивает от окружающей среды, а препарат работает местно. Но все-таки, входя в крупный торговый центр, в общественный транспорт, я маску рекомендую носить. Психологически мы замучились от масок. Мы как доктора... Уже даже страшно, смотришь, человек идет, кажется, как будто он или болеет, или он точно знает, что где-то здесь ходит ковид. Ему совсем уже плохо, или он мнительный. Но нам немножко легче, поскольку мы медики, мы спокойно к этому. Мы так носим маски. Мы-то как бы даже больше себя обезопасиваем, а люди-то, грубо говоря, нет. А тогда хорошо. Насколько часов она подействует? Маска действует, кстати говоря. Если мы говорим про наше врачебное сообщество, то это врачебная смена шестичасовая. Например, амбулаторная практика с 8 до 2 или с 9 до 3 врач принимает. Если мы говорим про обычного человека, не медика, то маска ему будет эффективна на протяжении всего рабочего дня. То есть это не надо, что он вышел... А если, например, кто-то рядом прошел, на него рядом покашлял, маску может легче поменять? Тогда нужно ее выбросить, безусловно. То есть более-менее со здоровыми можно носить весь день? Верно. И если маска у вас промокла, если вы сами чихаете, кашляете, если в нее вы надышали, она прям стала мокрая, безусловно, такую маску нужно выбросить. Ну, понятно, чтобы не капало тут с маски. Конечно, да. А некоторые одноразовые маски стирают и проглаживают утюгом. Нет, это же неправильно. Правильно? Правильно, что это неправильно, доктор? Правильно, это неправильно. Не надо это стирать. Так, примерно мы все поняли. Я поняла, что это можно, когда я не болею, когда я болею, но не остро, детям, беременным и вообще и в маске. А, и пожилые, кстати, да? То есть здесь, по сути, противопоказаний нет. Еще и вкусно, кстати. Это и для профилактики, это и для лечения. Но если мы говорим все-таки про лечение, это вместе с основным лечением, с антибиотиками и с антисептиками. Потому что если просто немножко, то, мне кажется, этого даже достаточно будет. Абсолютно верно. Преимуществом препарат, что он безвреден. Ты не переборщишь. Принимай его столько, сколько считаешь. А на иммунитет он работает? Он иммунитет стимулирует. О, то есть это тоже хорошо? Да, совершенно верно. То есть здесь можно будет рассчитывать на свои гланды? Да. Он, это не иммуномодулирующий препарат, он его не формирует. Это препарат иммуностимулирующий. То есть он стимулирует работу. Подгонит. Немножко. Спасибо большое. Потому что хочется уже какой-то альтернативы. И вообще антибиотики принимают очень редко. И это правильно. Да. И хочется, чтобы было какое-то средство, которое реально работает. А не просто так пустышку пососал какую-нибудь. И ладно. И ничего это не сработало. Спасибо. Спасибо.